Я разминка вратарская, я вот ему бью, там верхние мячи бью, мяч так с удара попадает в штангу. Я думаю, в Черное море. Нет, чуть пониже. То есть ты не думаешь о том, блин, ну как тяжело, ну как тяжело. А ты хоп-хоп-хоп, хи-хи-ха-ха. Конечно. Вот и тренировка закончилась. С Саней Гутером, когда рассказал одну историю, так, я думаю, Санька не обидится, расскажу за него. Саней Гутером Егор Колесник, Витя, здравствуй, как всегда, рад тебя видеть. Да, привет, Егор. И сегодня у нас в гостях тренер вратарей футбольного клуба «Шахтер» Александр Васильевич Ногин. Добрый день. Добрый день, всех приветствую. Да, первый раз в таком формате участвую, но тем интереснее. Вратарей вообще, да, суеверные очень ребята? Ой, ну, честно сказать, да. Ну, это чисто индивидуально. Вот, я встречал такие экземпляры, которым всем по барабану. То есть без этих, без того, чтобы зашнуровать шнурки обязательно с определенной ноги там? Ну, есть у кого, ну, у каждого есть свои, можно сказать, там, забабоны. Я думаю, что, наверное, скорее всего, у каждого что-то, что-то вот есть свое. Но если человек там уверен и психологически устойчив, то, я думаю, вот на определенные мелочи он не обращает внимания. А так, ну, это присуще. Я думаю, присуще это не только вратарям и, наверное, в повседневной жизни тоже. Вы сказали, что впервые в такой ситуации, в подкасте, на такой радиопрограмме вы с какой ноги заходили в нашу студию? Не, ну, насчет этого не заморачивался. Ага. Вы ли суеверный человек? Ну, вообще суеверный. А есть на вашей памяти какие-то такие случаи, вот когда суеверие некоторых ваших коллег вводили прям в ступор? Настолько они были такими? Нет, у меня наоборот есть. Вот, ну, есть же такая народная примета, да, когда ты там выходишь на игру, да, там, тебя там с пустыми ведрами переходят. Или там с этим, или черная кошка перебежала, ну, я образ так говорю. Вот, и ты направляешься на игру, соответственно, тебя это вводит уже в определенный там ступор и неуверенность какую-то, да, придает. Но у нас вот в предыдущем клубе, как бы, была такая командеха подобралась, что вот, ну, вот им, а им все по барабану. Вот, там, то ли с тебе там, там, отряд с пустых ведер пробежал, они выходят и всех обыграют. Ну, то есть, ну, как бы и такое было. Но был такой момент еще, вот, что перед игрой с Донецким шахтером, как бы, ну, не безызвестный, там, ну, вернее, известный клуб у нас, да, там, вообще в Европе, в мире. Вот, и мы перед игрой с ними, я выхожу из дому, а мы их редко обыгрывали. Ну, честно сказать, вообще не обыгрывали. Ну, Донецкий шахтер. До того момента выхожу, а там, а передо мной, там, с полными ведрами, там еще и кошка, ну, перешла в нужном направлении. Ну, как бы, я говорю, то нет, не может, ну, подумал себе, не может быть. Едем, и на выезде обыграем шахтер Донецкий 1-0. На день рождения у Ахметова, как раз был день рождения у Ахметова. Это подарок. Да, сделали, сделали подарок, да. Витя, на твоей памяти, если бы, например, мы выезжали из базы на игру, и перед автобусом пробежала бы черная кошка, попросили бы игроки как-то развернуться, посмотреть в зеркало на базе, плюнуть через левое плечо, или какие-то там еще есть антисуеверия. Не, ну, разворачиваться ж нельзя, это что, нужно в первую очередь. А, то да, тут так, ну, суеверия работают, да? Работает, работает. Судя по всему, да. Матч на ноль, и у нас сейчас такая серия хорошая в плане, я думаю, которая должна лично вас радовать, то, что не пропускают. Ну, я считаю, знаете, как, вот в определенный момент я это все вот пересмотрел, вот эта вот игра на ноль, и отодвинул немножко, ну, вот, в другую сторону. Сейчас объясню, почему. Потому что, ну, с одной стороны, посмотреть вратарь, отдельная каста, да, там, говорят вратарь, это вообще, о нем надо отдельно разговаривать. Согласен, да. Но надо это все ставить как в общекомандную схему. Вратарь должен работать на команду. Вот если он будет всем тренерским штабом, будем мыслить одинаково, тогда будет у нас вот движение, движение вперед. То же самое касается, в чем заключается работать на команду. То есть все тактические разработки, которые там дает, там, у нас аналитическая группа. И мы там совместно садимся, это все обсуждаем, и выход из обороны, и игра в обороне. Совместно и вратарь, так же, как в подсказе, в построении атакующих действий или оборонительных, он должен работать на команду. Тогда будет результат. Ну, какая вот роль, как вы отводите, какую роль вратарю в том, что сейчас мы не пропускаем, как здесь разделить. Играем на ноль. Да, и можно ли разделить, можно ли разделять вратаря от команды сейчас в данной ситуации, или это действительно сейчас вот этот блок нижний? Да, я же говорю, что нельзя. Как только мы начнем разделять, тогда, ну, получится у нас каша. Ну, то есть, там, вся команда работает на оборону, вся команда работает на атаку. Атака начинается с вратаря, мы вводим отворот мяч. Точно так же, как он своим подсказом перестроения игрока, потому что он все, главнокомандующий, тем более у нас Аня Капитан, он ведет этот подсказ. То есть, получается, мы можем рассматривать, наверное, современный футбол по такой же тактике, как и в баскетболе. Вся команда атакует и вся команда обороняется. Потому что ведь уже, ну, довольно продолжительное количество лет нет такой позиции на поле, как Либера, как раньше было. Теперь эту функцию вратарь во многом исполняет. И во много вратари ведь начинают атаки. И острыми пасами, либо где-то на фланге и так далее. То есть, получается, что ты полевой игрок в некоторых ситуациях. Ну, согласен, да. Это неопределено, это очень рискованно. Это нужно до приема остановить мяч, принять решение и исполнить точно. Если впереди там нападающий полузащитник, он может допустить ошибку, и еще есть сзади игроки, которые могут эту ошибку исправить, вратарь должен вот в этом компоненте работать очень четко. То есть, современный вратарь – это не только человек, который здорово играет руками, прыгает и выбирает позицию. Это человек, который должен, по сути, обладать какими-то, пусть и минимальными, но скиллами полевого игрока. Однозначно. Да, мы сейчас вот говорим о характеристиках современного вратаря именно. Что бы вы выделили? Это мировая тенденция идет. Это начиная вот, помните, в каком это году, я подзабыл, там сборная Германии стала чемпионом мира. В 2014. В 2014 году. Нойер какую функцию исполнял. И сейчас лучшие клубы мира – Сити, Ливерпуль. Посмотрите подбор игроков. Сити не стал тем клубом, пока они не приобрели Эдерсона. Точно так же Ливерпуль. Они пока не приобрели Эдерсона. Они не стали тем Ливерпулям и не выиграли столько матчей подряд. Причем, да, если у Ливерпуля еще, ну, Эдерсон, он такой очень сбалансированный, то Эдерсон там действительно как будто полевого игрока поставили в ворота. Мое мнение, он лучший в этом. В этом компоненте игры ногами он лучший. То есть это хороший пример такого вратаря 21 века, правильно? Да. Ну, я еще не опускаю, как бы, вот, достоинства двух немецких галкиперов. Это Нойера и Терштегена. Но вся эта революция вратарская началась, получается, с того чемпионата мира. И Нойера, который играл там последнего защитника, по сути, выходя там на первую треть поля постоянно. Или как это было? Я скажу, это еще вот требование. На тот момент, по-моему, тогда в Баварии работал небезызвестный гвардиолог, правильно? Да, да, да. Вот. А требования у него такие же, как вот сейчас вот в Манчестер-Сити и в Барселоне были. Нойер, допустим, игрок при Гвардиоле и сейчас, допустим, он тогда более высокая позиция была. Более активно вот это вот подстраховывал защитников, более раскрепощенно, допустим, отдавал эти передачи и более такие, как бы, острые, рискованные. Александр Васильевич, а вы можете объяснить, вот как человек, который работает в этой сфере изнутри, как у тренеров вратарей и у всего тренерского штаба рождаются вот такие революционные мысли, когда они как-то модернизируют одну позицию, и потом это выливается в общий тренд всего мирового футбола? Как, например, это было с Нойером? Ну, я думаю, что Нойер, это не его заслуга, это еще, я думаю, революция со времен Льва Ивановича Яшина, наверное, произошла. Вот поэтому он же... Начал бегать по штрафной одним из первых портареевых слов. Ну, конечно, понимаете, то есть, ну, это была революция на то время. Это не так-то было, это нужна была смелость, это нужна была вот креативность, это взгляд определенный и уверенность в том, что он делает. Раньше-то в то время там тренера по ротареи не было, были старшие товарищи, которые были постарше в команде, и ты учился у них. И с поколения в поколение передавали опыт, да? Да, да, да. А сейчас, интересно, возможны какие-то такие революционные свершения на такой довольно... Не то чтобы закостенелом амплуа, но которые... Ну, вот сейчас много вот... Вот как вы вначале сказали, он как последний защитник, но он уже идет к тому речь, что он должен вот эти вот вникания туда делать. Да ладно, да. Ну, понимаете, в чем смысл сейчас современного футбола? Нужно разыграть лишнего игрока. Да. Все 11 на 11 играют, лишний игрок — это вратарь. Ну, то есть, вот его. То есть, многие же команды убирают с линии обороны лишнего игрока, включая его туда в линию атаки тогда преимущество. Но туда и численно ставить мяч к тому лишнему игроку, скажем так. Ну, правильно, но это же взаимодействие. То есть, задача — создать численное преимущество на определенных участках поля. Тогда ты сможешь вскрыть там насыщенную оборону, потому что не так же просто вскрыть насыщенную оборону. С олигорского шоксера. Ну, кстати, мы вот об этой роли говорим, да, атакой революционной где-то, да. Мы уже говорим, что вратарь чуть ли не становится полноценным полевым игроком. Но, наверное, это больше применимо к командам, которые чаще атакуют, чаще владеют мячом. Наверное, тяжело себе представить, чтобы так вратарь играл в команде, которая сидит низким блоком на своей половине поля, большую часть матча. Ну, намного сложнее. Но я еще раз повторюсь, это от выучки и вот именно самого вратаря, насколько он подготовлен психологически, технически, понимаете. Плюс требования, допустим, тренерского штаба. Еще раз повторюсь, он командный игрок. Он должен работать на команду. Если на установке тренер сказал, нужно выходить так вот из обороны, значит, он должен это соблюдать, вот эти вот тактические наработки. Александр Васильевич, а этому уже с детства, в последние годы как-то пытаются прививать и рассказывать молодым вратарям? Больше уделяют работе ногами. То есть, ну, тенденция такая, что, ну, как можно позже вратаря, допустим, ну, вообще во вратари переводить. Есть группа мальчишек, там, из 20 человек, например, да, и у них тренируются все как полевые, а потом только... Да, 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 да. Это до определенного возраста. Объясните тогда мне вот доходчивыми словами, потому что когда я ходил в детскую спортивную школу, футбольную шахтера, было так, наверное, и везде, когда футбол не сильно развивался. Как Витя говорит, приходит группа мальчиков, 20 человек. Ну, тренер, понятное дело, не будет, наверное, с каждым там прям общаться и выявлять его вратарские таланты. Пальцем показывают всегда на самого высокого, и этот парень уже становится в этой детской команде... И самого толстого, да? И самого толстого, да, 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 как ну. Либо ввысь, либо вшире защищать ворота. И этот парень уже его назначили вратарем. То есть мы прекрасно понимаем, как дети развиваются стремительно в этом возрасте. То есть там 8 лет он такого роста, он поехал бабушке в деревню за 2 года, он вырос больше папы своего. Как сейчас в современном футболе определяют молодых ребят по амплуа именно вратарскому? Такой сложный сейчас вопрос. По мне, допустим, вот тенденция роста, она выросла. Но, допустим, если я играл, то, допустим, у меня там рост 84, да, был. Это тогда был, ну, высокий был, да. То сейчас это, ну, маленький, маленького роста вратарь. Сейчас даже вот, сейчас вот начиная с метра 90 и выше, ну, вот сейчас даже, ну, там с коллегами обсуждаем, метр 90 – это, ну, вот порог тот, который этот. То есть минимум, да? Это минимум, да. Вратарь был у меня, ну, в заре бразилец. Он метр 97. Баскетболист. Да, вот, ну, представляете, возможности. А если он еще в себя... Ну, представьте, баскетболист, да, хорошо подготовлен, пластичный, прыгучий, координация есть, понимаете? И тебе есть за что цепляться. Плюс есть харизма и стержень вратарский. Это на первом месте я ставлю всегда. И ты тогда уже, у тебя есть от чего плясать. Ты можешь с него слепить. Плюс его желание. Как-то тренировки отличаются, ну, нюансами для того, кто там повыше, для того, кто пониже. Потому что, ну, понятно, что сильные качества разные. Ой, ожидал такой вопрос. Ну, я лично, я только из своей практики. Есть индивидуальный подход, это уже в беседе ты просто вот и акцент, допустим, говоришь, на что сделать акцент вратарю, да, но требования одинаковые ко всем. Для меня это техника ловли, это физическое состояние, чтение игры, то есть, ну, тактические моменты, ну, игра на выходах, на линии, ну, как бы, ну, вот, это тоже, как бы, оно в большей степени в технику входит. То есть я не разделяю, то есть я готовлю тренировку, и она идет для всех. У нас, получается, ну, со мной работают, да, вот в команде четыре вратаря, да, два опытных, Гутер, Саня и Чесновский, Пашка, и два молодых парня. Талантливые перспективные, ну, им нужно приложить максимум усилий для того, чтобы развить свои качества, но довольно-таки талантливые. Ну, допустим, если Саня метр девяносто, да, там, Пашка девяносто пять, Белов Максим, он метр девяносто восемь, как бы, есть за что цепляться. И Малащицкий Игорь, он тоже метр девяносто, но довольно-таки очень взрывной. И такой вот нюанс тоже, мы говорим сейчас об антропометрии, но еще, насколько знаю, для вратарей очень важно вот это, что вы говорите, взрывная скорость стартовая даже на тестах, вот, на, ну, обычно тестирование, да, которое проводится там обычно это зимой, да, после отпуска, когда вот на 30 метрах скорость замеряется, да, насколько знаю, что вратари всегда реально входят в топ. А объясните мне, зачем это? Ну, я так понимаю, я могу ошибаться, что вот им нужно уходить на перехват, например, мяча, то есть им нужно вот, ну, моментально это сделать, то есть ты принимаешь решение и полетел. И, наверное, резкость прыжка или как это правильно, может быть, тоже зависит? Ну, это все, как бы, скорость, это и есть взрыв по своей сути. Тренирую скорость, мы тренируем взрыв. Но это же больше скорость, это больше вот, ну, как скажу еще, это больше природная. Можно чуть-чуть, чуть-чуть ее развить, да, там, именно скоростные вот эти вот качества. Ну, это нужно рассказать весь недельный цикл для того, чтобы, как бы, вы поняли, что… То есть в определенные дни недельного цикла есть определенная нагрузка, как бы развитие определенных качеств. То есть если ты в начале недельного цикла, ты можешь дать силу, сила – это, там, более большие веса, да, то уже ближе к игре мне нужна взрывная сила. То есть веса чуть поменьше, но порезче это все выполнять. Можно в определенном моменте развить и взрывную силу, и силу общую. Понятное дело, оно не за короткий срок делается. Это, еще раз говорю, где-то от полугода до года, потому что в основном молодежь приходит. Кому-то нужно развивать, допустим, корпус слабый, кого-то ноги. То есть вот здесь вот идет индивидуальный подход. Вы очень интересные вещи говорите, потому что вы перечислили те компетенции, скажем так, которые вратарей надо прокачивать, и я, как понимаю, их всех можно так унифицировать под одним словом атлетичность. Да. То есть гибкость, сила. Так а что ж вратари старой школы все курили, или это никак не влияло на все эти дела? Да, сейчас что, не курят, что ли? Не знаю. Да, ну. Покуривают, да? Да дело не в этом. Яшин тоже курил. Ну и он, к сожалению, потом... Понимаете, если... Вот я еще раз говорю. Самое основное у вратаря – это вратарский стержень. Объясню, что это такое. То есть в вратаре позиция такая, что отбиваешь мячи, пропускаешь мячи. Вот как ты реагируешь на пропущенные мячи? Как ты реагируешь? То есть по своей основе вратарь – это лидер в команде должен быть. Если ты справляешься со всеми жизненными вот этими перетрясками, там, как тебя бросает жизнь в одну сторону, так же, как и на поле, результаты разные. И вот как ты с этим всем справляешься, так ты потом и в жизни. Если вот этот вот стержень есть, ценят, ну, как бы уважают в коллективе. И ты своим примером и отношением ты обратно, ну, даешь вот это вот уважение. То есть вся команда должна понимать, что у нее за спиной стена стоит. Возможно, не в каком-то профессиональном качестве. Они должны это чувствовать. Понимаете? Подскази, во взгляде. Достаточно одного взгляда голкипера, чтобы, ну, там, твой партнер тебя понял. Подбодрил. Где подбодрить? Ну, вратарь – это тот же психолог. Мы перейдем еще отдельно к теме психологии. Я на секундочку, я хотел вставить этот аудиотрывок в начале нашего выпуска, но вставлю потом на монтаже и здесь. Шевченко наверняка сейчас последует туда перевод мяча в шапную площадь. Там Лужный тянет руку. Лужный-то совсем один. Совсем один. Филимонов! О-о-о! Боже мой! И Филимонов забрасывает мяч в свои ворота. Да. Мы ждали гола Шевченко. Надеялись на то, что его не будет, но что этот гол будет таким. Филимонов поймал мяч и, по сути дела, влетел с ним в свои ворота. Вы заговорили о психологии вратаря и вот этой важном качестве несломленности даже в самые тяжелые моменты. У меня до сих пор и у многих нас стоит в глазах этот сейв Филимонова в матче с Украиной, когда он забросил мяч в собственные ворота. Как вообще можно не сломаться вратарю профессионально вот после такого, ну не знаю, падения прям перед всей страной? Это не секрет, как бы этот вратарь, даже со старой школы мы так частенько, был такой в металлисте, он и сейчас здравствует, и дай Бог ему здоровья, Юрий Петрович Севуха, он говорит, когда я от Спартака получил, говорит, там, по-моему, шесть, один мы проиграли. И, говорит, на следующий день сразу же пошел тренироваться. Более возрастное сказал, говорит, все через тренировки. У меня такой вот был подопечный Андрюха Лунин, да, он там недолго работал, как бы, ну, год мы поработали с ним, но, надеюсь, и он мне, и я ему, как бы, дал много. Так он вот тоже, ну, не сразу же, он там, он тоже допускал ошибки, вот, после, там, проигранных матчей, он, ну, после, на следующий день тренировка, и он участвует со всеми. Самое лучшее лекарство – это работа. То есть выходишь и пашешь. Это, кстати, касается не только футбола, да и вообще, наверное, жизненных каких-то моментов, когда работа может тебя немножко вернуть в нормальное расположение духа. Получается, все взаимосвязано. Александр Васильевич, мы очень много говорили сейчас про психологию спортивную. Мы стараемся в каждом выпуске затрагивать немножечко эту тему, когда и говорили о детской академии, о каких-то отдельных игроках. На ваш взгляд, почему на постсоветском пространстве не сильно развита такая тенденция иметь в штате спортивного психолога? Учитывая, что вы работаете с вратарями, и это ведь, наверное, одна из самых уязвимых позиций на поле с точки зрения вот этого ментальности и, не знаю, пластичности в ту и другую сторону, когда можно потерять кураж, а где-то растерять этот дух уверенности, и не пойдет игра, и можно получить, как вы говорили, там 1-6 от Спартака. Ну, я так думаю, что это, наверное, вот это следующий шаг, вот это в развитии. Ну, может быть, я так точно не знаю, но в некоторых командах, по-моему, есть это психологи. Не знаю, как здесь, в чемпионате Белоруссии. Там в Украине как-то было, прослеживалось там, кто-то может быть с собой, кто-то общается с психологом. Вот, но так, чтобы в сборной, там действительно, в сборной Украины, там действительно как бы есть психолог, который там и в центре лицензирования работает, ее приглашают в команду, она проводит там тесты, общается, ну, то есть такое. Это здорово. Я считаю, что если хороший психолог, то это, не знаю, не могу точно сказать, в каком процентном соотношении, но это очень плюс. Очень большой плюс, и да, может, ну да, согласен, значимое, значимое это. Может быть, тут можно разделить такой момент, когда психолог в клубе и психолог в сборной, потому что в сборную съезжаются люди на небольшой период времени, и нужно быстро понять их состояние, их эмоции оценить и так далее. И, наверное, здесь, может быть, психолог и поможет за счет того, что тренер, ну, у него своего хватает, да, ему нужно тактику подобрать, там, пятое-десятое, тут много моментов, и она как помощник может какой-то свой анализ провести, причем достаточно ведь быстро. И уже у тренера будет дополнительная информация для анализа. Вот Николаевич, он ездил, Юрий Николаевич, верни, да, вот, он ездил в Испанию и говорит, что вот тренер, да, после игры, они же все там флэш-интервью, там, потом после матча пресс-конференция, он говорит, сам тренер рассказывает, я могу наговорить вот все, что угодно, но я должен сначала пообщаться с психологом, вот, и он пообщался с психологом, потом идет на пресс-конференцию. Да, потому что можно наговорить все, что угодно. Наговорить всякого, да. Да, всякое, потому что это тренер, у каждого разный темперамент, психологические вот это вот готовность и восприятие ситуации. Ну, честно говоря... Я двумя руками за. Ну, честно говоря, у нас в истории белорусского чемпионата есть такие полноценные пресс-конференции, которые, по сути, являются таким сеансом психосерапевта для некоторых тренеров, можно вспомнить, такие прям... Я считаю, что их встреча была интересна сидеть. Для меня она была интересна. Для зрителей? Сколько тебе лет? Семнадцать. Семнадцать. Мой ты мальчик хороший. Ты понимаешь, что он будет на поле? И так же здесь лего вообще не понимать. Поверьте мне. И чтобы о чем-то писать, надо очень хорошо разбираться. Но получается, пока, как я понимаю, вот эту функцию психолога исполняете так или иначе вы и тренерский штаб. Самый главный психолог вообще в команде – это главный тренер. Но это во все времена было. У меня, допустим, есть свой штаб, да, ну вот вратарский, да. И мы как бы больше общаемся с вратарями. То есть я больше общаюсь с ними. А уже, ну а остальные игроки, да, я общаюсь. Но они больше, авторитет исходит от главного тренера. Так оно и должно быть. Александр Васильевич, расскажите, как устроено у нас в команде и в нашем тренерском штабе. Например, вы можете подойти перед игрой главному тренеру и сказать, вот словно вратарь А, он в хорошей форме, но вот что-то я чувствую у него не так. Он какой-то нервный, неуверенный, ну и сам на себя не похож. В то же время вратарь Б условный, пусть профессионально он в данный момент не так хорошо готов, но он на таком драйве, на огне. Видно по человеку, что поймал кураж и ну все может. Какая, скажем так, юридическая сила за нашим штабом вратарским вот перед главным тренером и его окончательным решением? Ну, однозначно Юрий Николаевич интересуется, во-первых, в каком состоянии каждый из вратарей. Я говорю, допустим, вот то-то, то-то, то-то. Если есть такие сомнения, конечно. Если я аргументированно ему объясняю, то есть доходчиво, если он, допустим, уверен в моих доводах, он может поставить вратаря того, кого я рекомендую. Как, кстати, работать с игроком, с вратарем, в частности, из другой языковой группы? Есть такое вот это, вратарские там терминологии, где-то показал, где-то это. Конечно, вот эти вот нюансы, когда ты в индивидуальной беседе садишься, допустим, на теории, там разбор игры, какие-то игровые эпизоды, там чуть посложнее. Ну, там Google в помощь, да, переводчик. Правда, ну, там ты говоришь одно, оно чуть может другое перевести. Ну, при тебе, потом ты это всё меняешь. Тут вернёмся к психологии, да, как один мне хороший-хороший мой друг, да, он всегда говорил, не важно, что ты говоришь, важно, как ты это говоришь, что у тебя отсюда исходит. Поэтому собеседник твой воспринимает то, что у тебя отсюда исходит, а не то, что ты говоришь. Если ты говоришь от души, он и воспримет это от души. Это здорово. Самое важное – это микроклимат создать. Вот здесь, вот в этом, во Вратарском, если будет открытость, если будут улыбки, будут шутки, понимаете? Доверие, да. Ну, от этого и доверие будет. Тогда они раскроются. Ну, как вот, допустим, мы с вами общаемся, да, если мы будем поверхностно, не будем раскрывать душу, то интервью не получится. Сто процентов. Вот эта вставка должна быть перед каждым нашим последующим подкастом. Спасибо. Да, я думаю, и нагрузки, собственно, легче переносятся, потому что нагрузки-то серьёзные. Конечно. Когда ты с улыбкой, то есть ты не думаешь о том, блин, ну как тяжело, ну как тяжело. А ты хоп-хоп-хоп, хи-хи-ха-ха. Конечно. Вот и тренировка закончилась. У нас у меня самый первый такой опыт был. Я всегда там в заре, там, я говорю, два интервью меня брали, там, когда я пришёл и когда ушёл. И пауза 12 лет. Так вот у нас был такой случай смешной. Играем с черноморцем в Одессе. Для нас она игра ничего не значила. Для черноморца, ну, если они теряют очки, они вылетают с премьер-лиги. И мы играем ещё. Юрий Николаевич, главный тренер, он помогал Чанцеву. А тогда Блохин был главным тренером в черноморце. С этим, с Балем, с Балем. И я разминка вратарская, я вот ему бью, там, верхние мячи бью, мяч так с удара попадает в штангу. Я думаю, в Чёрное море. Нет, чуть пониже. Попадает в перекладину, отскакивает от земли, и ему в нос, и разбивает нос. Тут выбегает же доктор, ему вот эти вот тампоны туда, и он такой лежит, поворачивается ко мне, говорит. Тренер, говорит, как ты меня, и это, говорит, дальше это, как в этом бриллиантовая рука, идёт непереводимое игрослов. То есть, ну, понимаете, в чём дело. Но у нас отношения вот были вот такие вот, и, а я потом после игры уже пришёл, мы сыграли 1-1, и этот, я его обнимаю, он там несколько сейвов, я говорю, Игорёш, наверное, перед каждой игрой надо в нос, да. Посмеялись и это. Ну, то есть, понимаете, в чём дело? Во-первых, не то, что нужно подстраиваться под каждого вратаря, а тебе нужно так вот, нужно найти подход, чтобы они, казалось бы, делают то, что они хотят, но на самом деле они делали то, что ты хочешь. Куда вы их направили. Конечно, конечно. Это очень здорово. Нужно их так направить, понимаете. А это снова возвращаемся, микроклимат во вратарском цехе. Послушайте, ну, есть ведь, наверное, такие ситуации, когда вратари могут, ну, не знаю, не сойтись с тренером вратарей и ставить какие-то его на пожелание указания в штыки, там, да я лучше себя знаю, например, я лучше вижу. Как работать с такими ребятами и были ли у вас в карьере такие случаи? Да были, это сплошь и рядом. Это всегда будет. Всегда, я же еще раз говорю, что вот, когда они этот, эти вопросы, ну, вот это вот, когда они говорят? Они говорят, когда не верят тебе. Когда тебе поверят они, они такие вопросы не будут задавать. Понимаете, в чем дело? Задача тренера по вратарям, чтобы твои подопечные тебе верили. То есть это фундамент, да, грубо говоря, такой взаимоотношения в тренерском, в вратарском коллективе, команды? Получается так. Так, но уже, а как к этому прийти, это уже индивидуальный подход. Понимаете, тут, как вот, знаете, как, ну, нету единой формулы успеха для подготовки вратаря. Ну, нету единой формулы. Хоть кто скажет? Да, есть определенный скелет, по которому ты можешь лепить это все. Но в определенных моментах, если, допустим, это сработало для одного, то это не значит, что это сработает для другого. Есть направленность работы, которая, допустим, дает тебе результат, да. Есть требования, которые, там, то, что я упомянул, там, там, техника, физика, там, взрыв, там, это все есть. Это все скелет. А вот какие ты упражнения подберешь? Какой ты психологический подход найдешь? Как ты взаимоотношения и микроклимат в команде построишь? Потому что это все зависит как от главного тренера вообще командной и вообще во всей команде, так и в нашем вратарском цехе, допустим. Кстати, вратарский цех – это ведь не только тренер вратарей и непосредственно вратарей, ведь вы тренера дублирующего состава привлекаете, тренера вратарей дублирующего состава также привлекаете к занятиям. Только слова благодарности и Жене, и Родиону, и мы общаемся, мы всегда, это надо, я всегда, ну, я никогда не против. Да, то есть не замыкается только на главной команде получается этот момент. Не, ну как, они же, вот, во-первых, я просто был в их шкуре, понимаете, вот, то, что, допустим, ты делишься информацией, ее как бы не жалко, ее еще нужно применить, эту информацию, ну, то есть, ну, меня посадят за микрофон там, и что, я следующий там стану комментатором? Да нет, даже мне если расскажут, вот, вы расскажете мне, я там буду, или аналитиком, да нет. Нет, нужно желание, нужно время для того, чтобы это точно так же и издействовать. Он, да, черпает информацию, пожалуйста, в квадрате, там, в упражнениях в авратарских, обсуждаем какие-то там тактические, там, схемы, там, какие-то упражнения, там, в тренажерном зале, там, мне интересно, что он делал. Вися, я тебе предлагаю задать вопрос о маршруте Луганск-Мадрид. Да, это вообще, конечно, очень интересный момент. Не, я понимаю то, что, да, Луганская заря играла в Лиге Европы, то есть, довольно успешно, но Мадридский Реал, ну, кажется, это вообще заоблачное что-то. Как парню из Украинской премьер-лиги попасть? Во-первых, сразу хочу сказать, что вот Андрюха Лунин, он, ну, очень, ну, талантливый парень, да, и очень трудолюбивый. Вот это, наверное, один из его талантов, это трудолюбие. Еще Лобановский говорил, 1% таланта и 99% трудолюбия. Хочу сразу, он с нами, допустим, это не Нагин. Да, определенные моменты, которые мы там сталкивались, работали вместе, что-то вот там подтягивали, вот. Но это, во-первых, весь тренерский штаб, потому что, во-первых, Вернидуб, который доверил ему место 18-летнему в основном составе, да, потому что были ребята, которые тоже были достойны играть в основном составе, но сделали ставку на него, потому что была перспектива его продать в хороший топ-клуб. Это раз. Второе, до Зари он был в Днепре, он воспитанник металлиста Харьковского, понимаете. Будет неправильно, если он уехал с Зари, это все заслуга Зари. Нет. Он работал и с Вальваковым, и с Кудымовым, и с Городовым, понимаете. И они свою душу вкладывали в него. И потом, да, на определенном этапе он поработал, вот, клуб Заря Луганск, который мы тоже вот направили, где-то что-то, может быть, какие-то, ну, это уже у него надо спрашивать с пользой то время, которое, допустим, он провел. То есть это получается такой продукт, в хорошем смысле этого слова, украинской вратарской школы и специалистов из разных клубов, которые с ним работали, в том числе и вы. Да, да, ну, и продукт, и стечение обстоятельств, потому что если бы на тот момент не было бы финансовых проблем в Днепре, я думаю, навряд ли бы, там бы остался бы такие вратари как Лаштука, и я думаю, навряд ли бы ему на тот момент доверили место в основном составе. Психология очень сильная у него, трудолюбие, заложили в него определенные технические навыки. Что стало вот этим переломным моментом, как вы считаете, выступление за клуб или он, я не очень хорошо знаю его карьеру в сборной, там, молодежды юноши с или? Нет, переломным моментом это стала, эта игра, мы с Атлетик Бильбао играли, когда мы на выезде их 1-0 обыграли, и он сыграл феерический матч. То есть один матч может вот так вот карьеру просто-напросто ... Ну, я не знаю, как бы все по слухам, насколько это достоверно, якобы там скауты к нему еще в будущность Днепра присматривались к нему. Знаю еще тогда, что были там и с английской премьер-лиги, там были варианты, там и Арсенал, и Ювентус там очень хотел его тоже это приобрести. Ну, то есть, ну, я так с его разговора он сильно хотел в Реал. Его желание тоже это учитывалось. Таких парней обычно с молодых лет держат уже на коронэше, как я понимаю, да? Даже пусть нет каких-то конкретных громких заявлений, но в принципе... Ну, допустим, там еще 18 лет нет, он начинает в высшей лиге играть. Ну, стоит уже на него обратить внимание? Я думаю, стоит. По каким-то не закрасиваешь глаза туда и ставят. Значит, скаутовская группа работает, они следят. Плюс он за молодежную сборную заиграл, плюс его, допустим, Шевченко начал привлекать в национальную, там несколько игр там доверял, может быть, неофициальные, но товарищеские, но он играл и довольно-таки хороший уровень показывал это, при том, что он уже переехал за границу и в том клубе не всегда играл. А он был в составе вот этой сборной Ю-20, которая стала чемпионом мира? Ну, его же признали лучшим вратарем турнира. Лучшим вратарем мира его признали, да, по-моему, или этого турнира, но лучшего вратаря ему дали. Ну, получается, если на чемпионате мира, значит, лучшим вратарем. Круто. Просто сейчас у меня был отдельный такой вопрос, он хорошо в канву ложится. Я иногда, когда посмотрю какие-то видео, либо репортажи о том, как готовят, например, вратарей в тех же клубах Бундеслиги, когда их помещают в какой-то космодром, там какие-то супертренажеры, там загорается, вылетает мяч, у них очки в виртуальной реальности. Очень активно внедряются вот эти современные гаджеты и современные развития техники в обучении вратарей. Насколько, на ваш взгляд, если так прогнозировать, вот эти все современные технологии какого-то колоссального интеллектуального уровня внедряются в подготовку вратарей, когда это станет обыденностью и насколько вообще-то круто, вот если так подумать? Еще раз, знаете, как вот, допустим, у каждого тренера по вратарям есть свои, вот, допустим, там, наработки, есть свой, там, определенный инвентарь. Я считаю, это инвентарь, допустим, это очки, там, смена цветов, это уже информация сначала, да, она к нам в голову поступает, да, а потом ты эту информацию обрабатываешь, да, как компьютер, а потом отдает уже, допустим, насколько быстро она там обработается и насколько быстро твои конечности передаст, тогда ты быстро среагируешь на мяч, то есть вот это вот смена цветов, допустим, там, усложняется, допустим, для чего очки, усложнить, допустим, мяч, полет мяча, там, видимость этого полета мяча, ну, допустим, я использую штамм ширму, более там упрощенную, чуть-чуть там, я же говорю, у каждого есть, неважно, ты можешь это все не использовать, но если это не работает, все подвязывается под результат, твои подопечные должны развиваться, прибавлять, да, и если то, что ты применяешь, оно работает, да, пожалуйста, если честно, я, допустим, там, очки, ну, ни разу не этот, хотя очень довольно-таки интересные, их же часто нельзя, там, по-моему, то ли в недельном цикле, то ли раз, то ли, может быть, два раза, один раз в две недели можно только использовать, потому что там тоже нагрузка на этот, на сетчатку глаза идет, а к новшествам всегда отношусь очень положительно, очень положительно, и много у своих коллег там учусь, требую, использую, там, мы когда, допустим, с Андрюхой, ну, с тем же Луни, да, мы сидели там, вот, общались там на теории, я ему говорю, вот, почему многие наши вратари, вот, ну, вообще, если брать, вот, постсоветское пространство, наши все республики, там, не могут заиграть в зарубежных клубах, это не только языковой барьер, я говорю, ты пойми, вот, допустим, мы берем тренировочный процесс, очень много там в Ютубе в это выкладывают, мне нравятся тренировки испанских специалистов, очень нравится, и у них направленность идет все на быстроту, на реакцию передвижения, потому что все мячи в основном забиваются с предела вот 11 метров и вратарская, то есть это расстояние, с которого забиваются мячи, и нужно срабатывать, и мяч, допустим, там резко вылетает, и с чистокола ног, там, ты его не видишь, и вот в последний момент все это, то есть для чего, вот, это подводя итог к тому, что вот, для чего появляются эти цвета, да, там, потому что ты реагируешь, вот, в Германии, там, вот, в других стратах, там, вот эти вот, ближний бой и очень часто упражнения с мини-футбола. Любопытно. Откуда блоки пошли при исполнении, там, штрафных, это, с баскетбола, то есть все игровые виды, это, как вы же сами, да, говорите, как в баскетболе, все защищаются, все атакуют. Это все, вот, оно все к этому приходит. Мне очень понравилось, когда вы отреагировали на весь, все мое описание космодрома и новых этих технологий обычным словом «инвентарь», это ведь так оно и есть, просто это инвентарь 21 века, но, по сути, мы ведь влияем, как я понимаю, мое такое болельческое мнение, на какие-то когнитивные человеческие функции, на реакцию, на быстроту принятия решений и так далее. То есть мы можем тренировать все эти вещи, грубо говоря, теннисными мячиками, быстро бросать вратарю под разные руки, а можем с помощью, там, современных VR-технологий. Все равно суть же получается на и та же, просто оболочка эта становится более компьютеризированной и современной, как-то так. Ну, я пробовал, я и теннисные мячики пробовал, и, как бы, и ракетки, ну, хорошая вещь, как бы, ну. Для этого нужна сеточка там сзади, чтобы эти мячики не улетали, потом ты это полтренировки не собирал их, правильно? То есть тоже условия нужны. Повторюсь, от простого к сложному. Да, потому что если ты научишься ловить теннисные мячики, тебе в игре прилетает пятерочка, там, Adidas, да, то ты можешь, ну, как-то ее не очень... Это все вспомогательное. То есть я не говорю, что это надо. Только в недельном цикле ты сколько раз это можешь использовать? Не часто, да? Ну, не часто. Это в основном мячики, вот эти теннисные, это работа на реакцию. Вот когда у тебя реакция, сколько раз у тебя реакция в недельном цикле, столько ты можешь, допустим, там использовать. Ну, можно еще определенные там элементы, там, игры на выходе, можно их тоже включить. Тоже от твоего, допустим. Приносит тебе результат? Делай. Если тебе это не приносит, ищи другое, делай. Не надо выдумывать велосипед, да? Ну, нету, нету, вот я же еще раз повторюсь, нету, вот делай так и все. Нет. То, что у тебя, по тебе помогает в развитии твоих подопечных, используй, пожалуйста. Когда мы говорили про Лунина, вы говорили, что и приводили цитату Лобановского, 1% это талант, 99% это трудолюбие. На ваш взгляд, это может быть субъективное мнение, какое самое плохое качество, которым только может обладать вратарь? Ну, поставили в тупик. Самое плохое. Мне кажется, наверное, если он теряет самообладание в игре. Это какой-то нервяк? Ну, это да, это вот, как там, если перестает контролировать ситуацию, ну, из психологии обычно мы ее тогда контролируем, когда мы ее не контролируем. Вратарь это стержень и хладнокровие, вот это от него должно, если от него исходит страх и нервозность, тогда включаются совсем противоположные отношения твоих партнеров, понимаете? Это боясь того, что там произойдет, то есть перестраховка уже защиты, ну, то есть вытекающая там отсюда. То есть это прямо влияет на всю игру команды, на всю экосистему. То ли ты чувствуешь уверенность за своей спиной, то ли ты ее не чувствуешь. Ну, смотри, защитник чувствует, что у него там стоит уверенный вратарь. Он ему спокойно пасует, они разыгрывают, все, пусти в атаку. А если он чувствует, что нет, то туда, значит, вперед просто, чтобы только ему не давать. Да, а там уже попробует поборить. Ну, да, либо лишний раз не подключиться. Это уже там в игровых планах, да, там Витя-то подсказал. А если, допустим, там чисто вот тебе бежать в поддержку или нет, или лучше я останусь сзади и надежнее, да, потому что, ну, вот это, по мне, допустим, вот так вот. Либо есть этот стержень, либо его нет. Если он есть, значит, он станет вратарем. Если ее нету, то очень сложно осуществить это желание. Я говорю, класс вратаря считается не то, что по девяткам прыгать, а расставить так линию обороны, чтобы тебе ни одного раза не это. Вот говорят, вот, там вратарю ни разу не пробили по воротам. Да это же классно. Не пробили, значит, он так расставил оборону своей команды. Оборона начинается, это еще меня в бытность, когда в Волчевской стали я был еще в первой лиге, да. Это сейчас мы садимся, тактические наработки, там вводим команду, там перестраиваемся, то есть все. А раньше нужно было кричать, что если у вратаря, я говорю, лучше пусть у меня горло болит, чем задница. Понимаете, что это то ли я буду прыгать по девяткам, то ли ты расставишь и своевременно подскажешь партнеру, он переместится и уже туда передача не пойдет. Уже опасного момента не будет. Как говорил бразильский вратарь, комбеса. Думай головой. Александр Васильевич, спасибо. Я в подкаст за подкастом закрываю свои гештальты из футбольного детства, потому что вы сказали, что хороший вратарь не тот, который прыгает по девяткам, а тот, который так расставляет свою защиту, чтобы по девяткам ему даже не били. Мы, наверное, в 10 лет, все же помнят такой турнир, кожаный мяч, который везде проводился, играли район на район. И мы, моя команда, выиграли в один год этот турнир. Я пропустил ноль мячей, потому что мне там ударили поворотом. Всего один раз в пенальте, и человек упал в перекладе. Ну, мальчик, 10 лет. Мне дали грамоту лучшего вратаря, и с меня смеялся весь двор, потому что, ну, на самом деле, ты ее не заслужил. А теперь, в 30 лет, я понял, что я правильно расставил всю команду просто. Можно доставать грамоту. Да. И ставить на самое видное место. Хорошо. Она еще не в рамочке. Последний вопросик, не могу не спросить, мне просто само интересно. Специфические персоны, которые оформляют хитрики в матчах. Рожерио Сенни, Человерт, хитрик однажды оформил. Это какой-то такой латиноамериканский карнавальный футбол, и в европейском такое невозможное. Либо вот это прям дано человеку исполнить штрафной, шедеврально, и вовремя отбежать праздную игол к своим воротам. Это какой-то такой полулюбительский, либо есть какая-то в этом магия футбола? Наверное, есть магия футбола. Наверное, человек обладает навыками полевого игрока. Вот хорошо, с Саней Гутером, когда рассказал одну историю, так, я думаю, Санька не обидится. Расскажу за него, когда он в Черноморце был, он говорит, когда его тренировал... Дулуб. Дулуб, да? Он говорит, там что-то не было нападающих. Он говорит, поставил меня в нападение. Я говорит, команда выиграла 3-0, я говорит, 3 забил. Просто, ну, это... Меня, говорит, больше не ставили. Вот, поэтому... Ну, как я говорю, если человек талантлив, он талантлив во всем, да? То есть определенный талант к этому надо. Но это не аксиома то, что, допустим, это нужно так делать. Он был в таком авторитете в команде, что тренер позволял ему делать эти вещи. Я думаю, в современном футболе как бы, ну... Вы как это поняли? Мы вот обсуждали эту тему, что, допустим, вот этого лишнего игрока, я думаю, футбол к этому придет. Используя вратаря как лишнего игрока. Он сейчас уже использует его. Там выход из обороны в атаку, развороты. Потому что чуть сложная ситуация. Сразу раз мы через вратаря разворачиваем. Но вот пойдет, допустим, вот эти вклинивания еще, которые делают, допустим, защитники. Ну, я думаю, все равно оно к этому придет. Более, скажем так, не знаю, как это будет выглядеть, но вратаря более будут активнее, скажем так. Задействовать. Задействовать, да. Сразу вспоминается хоккей, когда меняют вратаря на шестого полевого, и начинается такое массовое давление на ворот соперника. Но тут больше мы, опять же, можем вернуться к мини-футболу. Мы же не можем поменять, да? К мини-футболу, наверное, возвращаемся, когда там вратарей действительно клинивание зачастую осуществляют. Слушайте, одно удовольствие наблюдать за тем, как трансформируется современный футбол. И Александру Васильевичу одно удовольствие было разговаривать с вами. Очень познавательно, много интересных штук прямо изнутри. Большое вам спасибо за разговор. Нам всем очень понравилось. И, ну, наивно, но все равно мы пожелаем, конечно, как вы в начале подкаста сказали, отстоять на ноль. Всегда. Чем меньше, если это еще окропиться по золотой, понимаете, о чем я в конце года, будет вообще восторг. Нужно идти от игры к игре. И шаг за шагом как бы идущие осили. Тоже, ребята, спасибо огромное. Такой первый такой опыт. Но приятно было с вами общаться. Если что-то может, потому что первый опыт, где-то что-то там не так брякнул, или что-то сказал, то я прошу прощения. Где-то, может быть, кого-то забыл, не упомянул. Ну, так что тоже, там, ребята, извините. Будет повод прийти второй раз. Мы вас с удовольствием ждем. Всегда, да. Спасибо. И вам в вашей передаче пусть развивается. Виктор да сказал, что это такой как бы не везде еще раскрученное, да, и как ноу-хау идет. Вот, поэтому, ну, если я каким-то образом там повлиял на ваши, то буду всегда рад. Я думаю, что повлияли непосредственным образом на то, чтобы такой формат, формат подкаста стал более популярным в нашей стране, даже не только в спортивной сфере, но и в целом. Спасибо. Спасибо за беседу. Спасибо, что подали хороший пример. Спасибо и всего хорошего. Всегда рад. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok